Согласен с Хичкоком в том смысле, что сценарий — это один из краеугольных камней фильма, необязательно успешного. Потому что, еще раз говорю, что успех — это разные вещи. Некоторые картины, понимаете, если Герман снимал 8 лет, или там, я не знаю, сколько, своего «Трудно быть бога», и потом это не имело дикого зрительского успеха, это не значит, что это не успех. Успех в том, что этот фильм ведет 3 часа, и он делал то кино, которое хотел, столько, сколько хотел, и так далее, это тоже успех огромный. Потому что он мог себе это позволить. Сценарий очень важный, конечно, составляющий. Но мне очень кажется, что важен еще подбор правильной команды, потому что ты не просто приглашаешь людей, ты покупаешь их талант. Покупаешь не обязательно за деньги, очень часто ты покупаешь за идею, за просто желание это сделать. И ты покупаешь талант оператора, ты покупаешь талант артистов, композитора, художника-постановщика, художника по гриму, ты покупаешь преданность и желание работать каждого члена съемочной группы. То есть вот этот человеческий капитал, мне кажется, человеческий капитал съемочной группы, это не один шаг плюс второй плюс третий, это умножить. Очень важно, на мой взгляд, состояние власти режиссера. Режиссер должен обладать властью, и власть это, она должна быть истинной. Это не значит, что ты орешь на кого хочешь матом на площадке, это не власть. Власть, когда ты не успел сказать даже что-то таким голосом, а это уже делается. И это очень сложное состояние, в том смысле, состояние, которому сложно добиться. Это очень похоже на ухаживание за девушкой, когда ты всегда очень точно знаешь, имеешь ли ты власть положить ей руку на плечо в кинотеатре, или эту руку сбросить, или скажи, что ты делаешь. Это очень такие тонкие химические вещи. Вот эта власть на площадке. Не власть безраздельная такая, тупая, тоталитарная, а власть осмысленная, власть духовная, власть характера, власть лидера. На мой взгляд, это очень-очень важно. И все равно я возвращаюсь к тому, что ты очень должен любить то, что ты делаешь. Если ты любишь то, что ты делаешь, то тогда не важен бюджет. Ну нет, конечно, если ты делаешь огромный фэнтези, там бюджет важен, но ты можешь снять очень хороший фильм за микроскопический бюджет, за микроскопический бюджет, или вообще без бюджета. Важно любить то, что ты делаешь, и эта любовь передается другим людям. И я это заметил, кстати, по Евгению Миронову в очень большой степени, потому что как только он появляется на площадке, все другие начинают гораздо лучше играть. Продолжение следует... Спасибо.